Уже не первый год лучшие умы Латвии небольшим, но верным ручейком стекаются к дверям известных и престижных вузов Москвы, Петербурга и других городов. На сегодняшней встрече свежей партией будущих студентов присутствовали и те, кто уже несколько лет старательно грызет гранит науки на территории России. Действующие студенты пришли, чтобы рассказать выпускникам, что их ожидает и к чему им готовиться. А заодно и о том, как россияне относятся к выходцам из Латвии. К нам относятся как к европейцам, то есть все спрашивают, вот вы приехали из Латвии в Россию, это прямо так удивляет. Но этим мы начали уже как-то пользоваться, там, если что, преподавателям говорим, ну у нас проблема с русским языком, мы все-таки учились в Латвии, Европе, понимаете, то есть иногда и это помогает нам. Верят, верят, да. На самом деле о Латвии знают очень мало, почему-то все мои однокурсники вначале были уверены, что я знаю эстонский или литовский язык. Особого страха на летах будущих студентов заметно не было. Главным же аргументом в решении обучаться именно в России для большинства стал родной язык обучения. Лично для меня самое важное было, что обучение на русском языке именно. Потому что эти 12 лет, то, что мы учились, грубо говоря, билингвально, это очень сложно так учиться. И мы решили, что хватит, пора учиться на родном языке. Ехать страшно, очень. И большинство пугает общежитие именно. Для меня была мечта переехать. Переехать я поступила в Калининград. И та профессия, на которую я решила поступать, она только в одном университете преподается, поэтому именно туда я и переехала. В конце августа в Россию отправятся около сотни наших выпускников, которые, проходя курс обучения, будут получать госстипендию. Но вот кто из этой сотни вернется, применять полученные знания на родине не могут сказать даже они сами. Пока сказать сложно, будем смотреть, но вообще планируем оставаться там, скорее всего. То есть сюда нет грандиозных планов возвращаться сюда, потому что перспектив не особо каких, а на Россию все-таки больше надежды в этом плане. Насчет оставаться или нет, пока что не знаю. Но пока что все, кто рассказывал об этом всем, говорят, что в принципе лучше оставаться там. Как отметили представители посольства, за латвийскими студентами в России закрепилась репутация ответственных и старательных европейцев. Поэтому приток наших – глоток свежего воздуха для российских преподавателей. Ну, а красота латвийских девушек – это уже глоток свежего воздуха для студентов. Неизвестно, оправдает ли новая партия надежды профессоров, но с красотой у будущих студенток все в порядке. Алексей Статюха, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал.